Наталья Свечникова наш давний герой. Жительница Локтевского района боролась в эфирах за доступный уголь. Воспитывала дочь инвалида, сама ищет решение вопросов в сфере медицины и образования. А сейчас защищается от людской травли. С началом спецоперации Наталья стала волонтером. Несколько месяцев назад с подругами организовала свою группу «Добрые сердца». Ее участницы делают свечи и все вместе шьют сети. Я ездила в Барнаул за свой счет. Училась в «Доброй воле». Нас курирует с Барнаула, с «Доброй воли» наш куратор Ирина. Я постоянно с ней на связи, каждую сеть обсуждаю. Хотим выразить огромную благодарность за свечки, за салфетки. Девочки, спасибо вам огромное за вашу помощь. По словам Натальи, ее бывшие коллеги по волонтерскому движению начали наговаривать на нее в городском чате. Якобы женщина утаивает часть собранных средств и выдает сшитые кем-то сети за свои. Эти сети одни и те же висят больше месяца. А слава вам! Выставляли отчет с 10 числа, а сбор вы начинали с 7 ноября. Начинает ставить палки в колеса, высказывать квоту недоверия. И это на протяжении с конца октября по настоящее время. Во всех мессенджерах писать, что я такой плохой человек, что выставлять меня наподобие мошенницей. Поначалу женщина пыталась вести диалог и выставляла подробные отчеты о расходах. Позже устав от бесконечных обвинений обратилась в прокуратуру. Правоохранители не нашли в сообщениях состава преступления, но неприятные слова в итоге негативно влияют на репутацию группы. Наталья говорит, что объявления добрых сердец о сборе средств в городских и сельских чатах сейчас просто удаляют. С подобным буллингом столкнулась руководитель еще одного волонтерского сообщества, созданного с началом СВО. Причем потерпевшая рассказывает, что наговаривали на нее те же люди. Ну они какие-то волонтеры, знаете, которые не дают работать нормальным людям. Они себя считают, позиционируют волонтерами, да еще людьми, которые всех получают и всех контролируют. В общем, сплетники, вот понимаете, скрочные сплетники, которым дали трибуну в виде группы, да, и они несут всякую ересь. Наши пацаны, наши сыновья, у меня муж воюет, мы должны быть дружны, а не съедать друг друга. Люди, опомнитесь, мы все делаем доброе дело. Волонтеры сообщества не собираются прекращать свою деятельность из-за злых языков. Но уже через СМИ призывают недовольных усмирить злорадство и не мешать оказывать помощь нуждающимся. Ирина Корчагина, Анастасия Драган, День с толком.